Я Сергей Агапкин. Уже несколько лет я рассказываю зрителям о том, как быть здоровыми, счастливыми и полными энергией. В последнее время мне все чаще задают вопросы о правильном питании. О том, как избавиться от лишнего веса, каким продуктам стоит доверять, полезно ли сидеть на диетах и чем восполнить нехватку полезных веществ, необходимых нам для полноценной жизни. А один из самых популярных вопросов – что такое функциональное питание и с чем его, как говорится, едят. Вопросов действительно накопилось так много, что я решил собрать в одном зале тех, кого волнуют эти темы и рассказать во всем подробно и по порядку. А помогать мне в этом увлекательном деле сегодня будет наглядный пример функционального питания – энерги-диета. Мы начинаем. Всем привет. Рад снова вас всех видеть. Знаете, в древности говорили «ты то, что ты ешь». При всей избитости этой фразы в ней есть определенное рациональное зерно, поэтому сегодня мы с вами поговорим о питании. Но, конечно же, о здоровом питании. Ну что, кто сегодня хочет быть первым? Задавайте. Давайте вы зададите свой вопрос. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Ирина. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Почему именно такое соотношение белков, жиров и углеводов – энерги-диет – является так оптимальным? Ну что ж, хорошо. Я попытаюсь это сделать. Но для начала нам с вами необходимо понять, что такое для организма жиры, что белки, а что углеводы. Все дело в том, что все вещества, которые поступают в наш организм, я имею в виду так называемые макронутриенты, к которым относятся белки, жиры и углеводы, они делятся по своим функциям. Есть функция энергетическая. Организм использует прежде всего углеводы и жиры для осуществления этой функции. То есть они превращаются в энергию, необходимую нашим клеткам. И есть вещества, обладающие пластической функцией. Это прежде всего белки. Из них организм строит. Строит новые клетки, восстанавливает старые клетки. И, соответственно, его расходом. И определяется потребность в белках, жирах и углеводах. Поясню на примере. Итак, посмотрим, сколько белков, жиров и углеводов рекомендовали употреблять в начале 20 века. Ну, в начале 20 века известно, что это времена, когда цивилизация вроде бы уже была, и тем не менее было достаточно много физического труда. Люди жили в слабо отапливаемых помещениях, и была масса дополнительных способов расходной энергии. Так вот, в начале 20 века рекомендовалось употребление примерно 15% белка, 25% жиров и 60% углеводов. Это те нормы, которые существовали в начале 20 века. И многие придерживались этих норм до конца 20 века. К счастью, группа американских диетологов в 80-е годы 20 века решила проверить, а действительно ли эти нормы до сих пор актуальны. Что же выяснилось в результате их исследований? Выяснилось, что поскольку современный человек тратит значительно меньше энергии на осуществление физических нагрузок, эти нормативы сильно изменились. Во-первых, снизилась потребность в углеводах до 40%, уменьшилась потребность в жирах до 20%. Но при этом увеличилась потребность в белках практически до 40%. Все это потому, что употребление пищи, богатое белком, стимулирует у человека обмен веществ. Известно, что у современного человека расход энергии снижен. Соответственно, употребление дополнительного количества белка позволяет обмен веществ ускорить. Таким образом, получается, что вместо существовавшего в начале 20 века соотношения белков, жиров и углеводов, современному человеку более актуальна вот такая вот формула. И что характерно, если вы посмотрите на содержание белков, жиров и углеводов в одной порции Energy Diet, вы увидите, что там действительно соотношение ближе именно вот к этой форме. Безусловно, многие люди будут придерживаться более старых норм питания и будут употреблять 50-60% углеводов от соточной калорийности. К чему это может привести? Мы с вами прекрасно видим, что сейчас одно из заболеваний, которое очень часто распространено и фиксируется во всем мире рост этого заболевания, это сахарный диабет второго типа, который прежде всего связан с двумя проблемами современного человека. Это дефицит движения и избыток рафинированных углеводов в питании. Поскольку углеводов много, организм просто не успевает их расходовать, поскольку необходимого количества физических нагрузок у него просто нет. Нет, это только одна проблема, с которой сталкивается современный человек при попытке следовать рациону своих прапрабабушек или прапрадедушек. И в действительности это только одна из проблем, которые возникают при попытках следовать рациону своих далеких предков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, кто хочет задать следующий вопрос? Вы. Хорошо, давайте. Здравствуйте, Сергей, меня зовут Маргарита. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек регулярно потребляет энерджи-диет, может ли произойти передозировку витаминов? Ну что ж, передозировка витаминов, безусловно, не та вещь, которая происходит с современным человеком. Да и справедливости ради вообще надо сказать, что один из немногих случаев передозировки витаминов был зарегистрирован порядка двух сотен лет назад, когда почтенный английский джентльмен действительно получил передозировку витамина А, пожелтел лицом и всем телом и скончался. Опрос соседей и друзей покойного установили, что он добивался этого так долго, как только мог. То есть на протяжении 15 лет он ежедневно выпивал порядка 5 литров свежевыжатого морковного сока, как он считал, для поддержания своего здоровья. Надо сказать, что 15 лет он все-таки прожил, несмотря на такие большие усилия. И это один из немногих случаев, когда передозировка витаминов действительно была зафиксирована в науке. Но, впрочем, расскажу вам о витаминах чуть больше. Все дело в том, что витамины, их существует достаточно много. Более того, сейчас открываются новые и новые соединения, которые по своим свойствам похожи на витамины. Все витамины можно разделить на две группы. Это витамины водорастворимые, к которым относятся, например, известный витамин С, витамины группы В, никотиновая кислота, фолиевая кислота и жирорастворимые витамины, к которым относятся витамин А, витамин Е, витамин Д и витамин К. Так вот, водорастворимые витамины в организме человека не накапливаются. Все дело в том, что поступая в организм человека, всасываясь в желудочно-кишечном тракте, проникая в кровеносное русло, они через непродолжительное время организм человека, увы, покидают, выделяясь в основном либо с желчью в кишечник, либо через почки и мочевыводящие пути. Другое дело – жирорастворимые витамины. Они действительно могут накопиться в организме человека и при передозировке вызвать симптомы гипервитаминоза. Однако давайте посмотрим, что такое передозировка. Здесь вы видите список витаминов. Вот здесь так называемую рекомендованную суточную дозу. Это то количество витаминов, ниже которого наблюдаются симптомы авитаминоза, то есть острого дефицита витаминов. А вот здесь вы видите максимальную дозу витаминов. Как вы можете увидеть, разница между двумя этими цифрами колоссальна. То есть от 30 до нескольких тысяч раз эта разница может простираться. В действительности, те количество витаминов, которые человек должен употреблять для того, чтобы вызвать симптомы передозировки, чисто физически принять очень сложно. Поэтому для того, чтобы добиться передозировки витаминами, употребляя, например, Energy Diet, вам придется съедать ни много ни мало, а раз, два, три, четыре, пять банок ежедневно. Согласитесь, это маловероятно. Таким образом, у современного человека значительно больше шансов добиться дефицита витаминов, нежели переизбытка. Итак, кто задаст следующий вопрос? Давайте. Добрый день, Сергей. Меня зовут Александр. Я некоторое время уже принимаю Energy Diet. И хотел бы узнать, как повлияет на организм человека, если прекратить есть Energy Diet? Хорошо, это действительно очень важный вопрос, потому что многие люди по своему опыту знают, что единожды сев на какую-то диету, потом фактически человек как будто сел на санке и поехал с горы. То есть он теряет вес, радуется, после этого вес возвращается, плюс еще несколько килограммов, и так снова, 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 снова. Человек использует самые различные препараты, сидит на самых разных диетах, результат один и тот же. Он всегда набирает чуть больше, чем было до начала диеты. Давайте разберемся, почему так происходит, когда человек прекращает худеть. Все вы слышали такое выражение «обмен веществ». На самом деле выражение банальное, но тем не менее официально признанное. Скорость обмена веществ или скорость метаболизма человека определяется количеством килокалорий, которые он тратит в сутки. Итак, обычный человек в сутки тратит порядка двух с половиной тысяч килокалорий. Что происходит, если человек садится на какую-то очень низкокалорийную диету и употребляет, или вообще голодает, ничего не ест, либо употребляет так мало пищи, что это приводит к очень быстрому снижению веса. Мы видим, что действительно вес при снижении калорийности рациона с двух с половиной тысяч до тысячи килокалорий начинает у человека резко уходить. Да, жировая масса уменьшается, но что мы видим? Со временем обмен веществ у человека также начинает снижаться. И снижается примерно на 20%, то есть до двух тысяч килокалорий. Человек перестает худеть, возникает так называемый эффект плата. Да, остановка процесса похудения. Когда человек после этого возвращается к своему стандартному рациону, он эту разницу в 500 килокалорий начинает получать в плюс. То есть у него после этого в силу снижения обмена веществ происходит дополнительный набор веса. И мы видим, что человек постепенно не только возвращает то, что потерял, но еще добавляет. Другой пример – это различные препараты, которые стимулируют обмен веществ. То есть обладают свойством разгонять метаболизм. Представим себе ситуацию, что у человека расход был две с половиной тысячи килокалорий. Он начал принимать какие-то препараты, и расход энергии у него увеличился на, допустим, 500 килокалорий. 3000 килокалорий. Естественно, он начинает терять вес. Это безусловно. Вес у человека снижается, снижается, снижается. Но через некоторое время организм начинает снижать скорость обмена веществ. Почему? Потому что потеря веса сигнализирует организму, что надо замедляться. Скорость обмена веществ снижается до тех же двух с половиной тысяч килокалорий. А когда человек перестает принимать препарат – до двух тысяч килокалорий. И вновь мы сталкиваемся с эффектом отката или эффектом бумеранга. То есть человек, вернувшись на свою привычную диету, которая на протяжении 10 лет никак не влияла на его вес, получает набор дополнительных килограммов. Все это происходит, потому что неправильные диеты, неправильный прием препаратов приводит у человека к эффекту бумеранга. Или его еще называют в диетологии эффектом йо-йо. Такая игрушка есть. Примерно так. Но, как мы с вами понимаем, это происходит в двух случаях. Первый случай, когда человек снижает калорийность суточного рациона ниже величины основного обмена. То есть ниже своего обмена веществ. Второй случай, когда он искусственно с помощью специальных препаратов задирает скорость обмена веществ. Поскольку в Energy Diet не содержится никаких психостимуляторов, которые бы вызвали такой эффект, а калорийность суточного рациона не снижается ниже полутора тысяч килокалорий, в этом случае эффекта отката, эффекта бумеранга быть просто не может. Спасибо. Спасибо большое. На сегодня мы с вами заканчиваем. Напоминаю, что вы можете свои вопросы, вопросы своих знакомых записывать. Обязательно приносите на нашу следующую встречу, потому что на все вопросы дам ответ. Ну что, до следующей встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.